На эту неделю было назначено историческое событие — старт с корабля Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде, в котором американские астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен должны были отправиться на Международную космическую станцию. Впервые за 9 лет американцы летят в космос сами, причем на частном шаттле, который построил Маск. Первый старт был отложен за несколько минут, буквально за несколько минут до пуска двигателей, из-за погоды слишком ветрено и волны над Атлантикой с перехлёстом. За этим запуском внимательно следил весь мир и, конечно же, российские депутаты. Депутаты не лыком шиты. Они знают, внезапной остановкой перенос полёта — это пиар и отчаянная попытка сохранить лицо. Очередной провал американской космической программы налицо. Вы посмотрите на их скафандры. Это же реквизит с голливудской студии. Они бы ещё в Бэтменов нарядились бы. В общем, депутаты считают, они столкнулись с очередной версией карго-культа. Глупые американские аберригены изображают полёт в космос и думают, что это то же самое, что полететь в космос на самом деле. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что космические программы — это наукоёмкий и технологически сложный процесс. По его мнению, запуск отменили не из-за непогоды. Судя по тем костюмам, в которые были одеты космонавты или, как они их называют, астронавты, это больше похуже было на съёмки какого-то американского очередного фантастического фильма. И вы знаете что? Удивительным образом депутат Шерин не так неправ, как он сам думает. Потому что запуск ракеты SpaceX — это не только прорыв освоения космоса и не только события исторического масштаба. Ну, хотя бы потому, что впервые в космос летит пилотируемый космический корабль нового поколения. Современный, просторный, тяжёлый и быстрый. Новое слово в космической технике. Это ещё и большое кино. А скафандры действительно проектируют те же люди, что и рисовали костюм для Бэтмена. Джеймс Бонд, Тони Старк, Стартрек, Илон Маск, SpaceX — и всё это в одном флаконе. Причём сначала режиссёр выстроит кинокадр, а уже потом инженер проведёт коммуникации и зальёт топливо в бак. Обтекаемые, чёткие, колоритные — эти скафандры скорее принадлежат вселенной космических полётов из культуры американских комиксов, чем к миру НАСА. Это неудивительно, если учесть, что их прототип разработал Хосе Фернандес, дизайнер костюмов, который работал в фильмах «Бэтмен против Супермена», «Фантастическая четвёрка», «Мстители. Люди Икс-2» и «Ну, мысль понятна». Приглашённый вместе с ещё пятью дизайнерами, господин Фернандес создал шлем, на это у него было всего две недели, и в итоге сотрудничал с господином Маском в течение шести месяцев. Спроектировал костюм, который после этого был проработан таким образом, чтобы удовлетворять требованиям космического полёта. Но депутаты хотя бы искренне в своём желании поддеть конкурентов, которые всего лишь на два дня отложили свой исторический космический старт. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин находится в более трудном положении. Пилотируемый полёт SpaceX, Международной космической станции, означает для «Роскосмоса» прямые финансовые потери. Те самые от 300 до 500 миллионов долларов в год, которые НАСА платила последние девять лет «Роскосмосу» за отправку астронавтов на орбиту. НАСА уже знают, услуги «Роскосмоса» больше ей не понадобятся. Заключённый на ближайшую осень контракт на дно кресла на корабле «Союз» — это последний контракт. Заканчивается кооперация с американцами, за счёт которой российская космонавтика выживала и развивалась в гораздо более трудные для неё в финансовом отношении 90-е годы. А это, в свою очередь, означает, что Россия вообще уходит с международного космического рынка. SpaceX уже сам посылает на орбиту и тяжёлые спутники, и российский ракетоноситель «Протон-М» стоит без дела. Он в прямом смысле слова «токсичный» и к тому же слишком часто что-то идёт не так. Ну а сейчас возвращаемся на космодром Байконур, откуда в эти минуты стартует ракета «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс». Прямая трансляция подготовлена совместно со студией «Роскосмоса». Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы «Глонасс». По плану это произойдёт примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Красивое зрелище. Но что-то, кажется, идёт не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к земле и распадается в воздухе. И взрыв. Это раз. Скоро американцы перестанут закупать у России двигатели RD-180. Это два. Может быть, поэтому, когда месяц назад у главы компании United Launch Alliance Тори Бруно спросили в Твиттере, зачем было вообще покупать RD-180 у России, он ответил, так надо было. Зачем ULA использует российский двигатель в США? Многие компании могли такой построить. Потому что российские дешевле или по другой причине? Правительство США попросило нас купить их в конце холодной войны, чтобы российские учёные-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране. Завершение продаж RD-180 — это два. И три — та самая доставка астронавтов на МКС, которой больше не будет. На наших глазах начинается новая эпоха. Эпоха тотального американского доминирования в космосе, которому Роскосмос больше ничего не может противопоставить. Поэтому возвращаемся к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Надо делать что? Правильно. Повышать ставки. Бог с ними, с пилотированными полётами. Кому они вообще интересны на фоне ядерной войны, которую задумал Маск или те, кто за ним стоят? Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство. Такое мнение в среду 27 мая выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В эфире канала Соловьёв Лайф на YouTube Рогозин напомнил, что недавно Маск обосновал своё предложение необходимостью сделать атмосферу Марса более пригодной для землян. Якобы термоядерные удары по полюсам планеты приведут к таянию ледников, созданных углекислым газом. Однако, по сути, это станет уничтожением планеты, что чудовищно с точки зрения гуманности, уверен глава Роскосмоса. Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно — это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Как тебе такое, Илон Маск? Сначала он разрушит Марс, потом уничтожит Землю, а затем всю остальную Солнечную систему. Честным марсианам повезло. Дмитрий Рогозин спешит на помощь. Он проник на Красную планету как спецпосланник Владимира Путина по вопросам Калининграда, который потом едва не встал даже во главе единой России, а затем отправился спецпредставителем президента в штаб-квартиру по освоению Марса странами НАТО в Брюсселе. За круглой физиономией русского националиста, которого снимали с выборов за ксенофобские ролики про арбузные корки, скрывается многолетний куратор, а с недавних пор и непосредственный руководитель российской космической отрасли. И он уже прошел паспортный контроль. Видите, в России Голливуд тоже ценят. Потому что красивыми антиутопиями и борьбой с американской ядерной угрозой в далеком будущем можно прикрыть упадок российской космической области в настоящем. Почему бы не поспорить с Маском насчет изменения температуры планеты Марс или не предложить построить новую орбитальную станцию, как это на днях сделал Рогозин? Как говорится, прекрасная далека, я начинаю путь. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Шесть лет назад Рогозин издевался над американцами, когда те вводили санкции после Крыма, пусть теперь на батуте на МКС прыгают. Так они теперь так и делают, а глава Роскосмоса рассказывает про новую орбитальную станцию и какая разница, что это проект на десятилетие, с которым Россия в любом случае не справится в одиночку. Еще недавно Рогозин объяснял успехи ракет Маска тем, что мыс Канаверал расположен южнее космодрома Восточной, поэтому там проще взлетать. Ну, конечно, это звучит как ремейк известного очень драматичного сюжета о том, как не очень подкованный в профессиональном смысле танцовщик проиграл на международных соревнованиях, потому что неожиданно для него самого его гениталии оказались слишком большого размера, и он не смог хорошо двигаться по паркету. Но, допустим, даже Рогозин прав. Увы, местоположение мыса Канаверал никак не объясняет, почему через 10 лет после начала строительства космодрома Восточный так и не готов к запуску сверхтяжелых ракет и просто никому толком не нужен, потому что легкие ракеты можно запускать и из Тресецка, и из Байконура. Одним из своих достижений на посту главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин всегда называет наведение порядка на космодроме Восточный в Амурской области. Восточный находится в Амурской области. Это первый национальный космодром России гражданского назначения. В первую очередь Восточного начали строить в 2012 году. Работы длились 4 года. По словам Дмитрия Рогозина, на проект ушло почти 92 миллиарда рублей. С 2014 по 2018 год Генпрокуратура выявила в ходе строительства 17 тысяч нарушений. Было возбуждено 140 уголовных дел. Общий ущерб оценивается в 10 миллиардов рублей. Действительно, недостроенный Восточный уже к 2015 году стал самым дорогим космодромом мира. Ну что твоя сочинская олимпиада? А также арены и показательные борьбы с коррупцией. Чиновников увольняли и даже сажали. Военную строительную компанию «Спецстрой» расформировали вовсе. Рогозин занимался этим уже тогда. Он возглавлял специально созданную в 2014 году комиссию по вопросам строительства Восточного. Все сроки строительства срывались с самого начала. Сметы не отвечали реальному положению дел. Документацию подлаживали на ходу. И так далее. До тех пор, пока Путин не устроил разнос за срыв пуска ракеты. И тогда начались посадки. Ну, за примерами, как в России сажают покивку сверху, тоже далеко не надо ходить. Вот что рассказывал в начале этого года один из бывших сотрудников спецстроя агентству по СМИ. Авансы зачастую приходилось платить на свой страх и риск, чтобы стройка не прекращалась. А к чему это приводило? Выиграла, к примеру, организация, зашла на объект, получила аванс, отработала год, выполнила 50% и обанкротилась. При этом на ней остался висеть неотработанный аванс. И контракты большие, на сотни миллионов рублей. А следователи потом заявляют, авансирование было превышением полномочий. И человек шел под статью. Это не значит, что коррупции на Восточном не было. Конечно, была. Это значит, что не коррупция превратила его в едва ли не самую бессмысленную стройку века. Сначала хотели построить все и сразу. Потом не успели. Потом сдавали объект к очередной важной дате, типа выборов, чтобы президент красиво перерезал ленточку. Вот что говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В первую очередь причина – это плохая организация при строительстве работ, при выборе сроковой этапности. А когда пришло время строительства космодрома, и даже уже поджимало время сдачи космодрома, выяснилось, что все эти планы просто наталкиваются на недостаток времени. Они все время потратили на подготовку бумаг. И тогда они решили взять чертежи, основную документацию с уже сделанной стартовой площадки в Куру, это французская Ивана, и построить такой же на Восточном. Но дело в том, что это восьмая такая установка, она просто не нужна. На восьмой уже. Поэтому она не задействована, потому что остальные работают и вполне справляются своими задачами. А на Восточном время от времени привозят ракету в Союз, чтобы показать, что она шевелится. А на «Ангару» только начали строить. Старт для «Ангары». А старт для «Ангары», конечно, нужен, если бы «Ангара» летала. Но она тоже не летает. И тоже ее по-по-по-акой, в общем-то, причина плохой организации. И вот теперь сверхтяжелую ракету «Ангара» Дмитрий Рогозин планирует запустить еще через 4 года. В 2023 году. Конечно, в такой ситуации веселее обсуждать ядерную войну на Марсе. Ну и заодно строительство еще одного делового центра в Москве размером с «Сити» на месте центра Хруничева, где производят в том числе ту самую «Ангару». Ну, все-таки простой земной девелопмент гораздо более привычная стихия и для российского бизнеса, и для чиновников. Это проще и выгоднее, чем покорять космос, особенно когда ты уже безнадежно проиграл в конкурентной борьбе. Я-то, в принципе, ничего не имею против. Можно же не летать в космос, никто вроде не заставляет. Тем более, что нынешнее состояние российской космической индустрии показывает, что, в принципе, происходит с государственным сектором в экономике при полном отсутствии конкуренции и контроля. Главная проблема – это отсутствие целеуказания со стороны верховной власти. Дело в том, что «Роскосмос» предоставлен сам себе. Он сам себе ставит задачи, сам планирует изменения, сам эти планы срывает. Никто его не может проконтролировать, потому что в структурах правительства и в структурах администрации президента нет такого органа и даже человека, который мог бы проверить то, что говорит «Роскосмос». Поэтому они вынуждены принимать на веру. Там есть, конечно, в правительстве кто-то, кто разбирается, но это единичные случаи. А в целом все, что говорит «Роскосмос», принимается на веру. «Роскосмос» говорит то, что ему выгодно. Именно как «Роскосмосу», как «Корпорации», а не то, что выгодно государству. Еще когда Рогозин работал вице-премьером, он, как говорят, устроил в Белом доме тир. Все-таки по призванию в прежней жизни он русский патриот. А какой русский патриот не любит меткой стрельбы? В прессе потом даже писали, что однажды Рогозин прострелил себе ногу. И надо признать, что это очень меткая и изящная метафора судьбы и «Космодрома Восточной» с его проектами, и российской космонавтики в целом. Но это не значит, что когда Илон Маск нацелит на Россию свои термоядерные пушки, нам нечем будет ему ответить. Мы мыслим стратегически и на длинную перспективу. Мы начинаем путь. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, я начинаю путь.